В дикой природе уже миллионы лет отношения между хищниками и травоядными укладываются в простую схему – охотник, жертва. Одни убегают и спасаются, а другие догоняют и убивают. Однако история, которая произошла в Пакистане, хорошо показывает, что любое правило всегда подтверждается парадоксальными исключениями. В июле 2001 года жители деревни Рустамкала, что расположена на территории округа Шангла, начали сообщать об участившихся встречах с леопардом. Это был молодой самец, который почти каждую ночь появлялся вблизи деревни. Его часто видели на окраинах деревни, но иногда он мелькал на ночных улицах даже в ее центре. На людей хищник не нападал, но козы, собаки и домашняя птица пропадали регулярно. Со временем селяне поняли, что этот огромный пятнистый зверь всегда стремится в определенное место на окраине деревни, туда, где на отшибе от всех проживает семья сельского старосты. В этом регионе встреча с леопардом достаточно обычное явление, но, как правило, такие встречи происходят в горных лесах или в зарослях тростника, а здесь взрослый хищник целенаправленно стремится именно в деревню. Было реальное опасение, что рано или поздно этот леопард нападет на человека. Охота на леопардов запрещена, и поэтому старейшины деревни обратились в научно-благотворительную организацию «Звери Азии» для того, чтобы хищника отловили и отправили в заповедник. Когда сотрудники этой организации начали выслеживать зверя, то они увидели такое, что сначала не поверили своим глазам. Оказывается, этот леопард каждую ночь специально приходил к одной из коров старосты деревни. Корова и хищник мирно общались, причем леопард совсем покошачий терся своим телом о корову и довольно урчал. А корова вылизывала леопарда, позволяя сосать молоко, и вообще вела себя так, как будто перед ней не грозный хозяин джунглей, а обычный теленок. При этом все остальные коровы стада испуганно сжались у противоположной стены загона. Ученые организовали скрытое наблюдение за этой парой. Животных фотографировали и снимали на видео. Когда снимки попали в прессу, то эта удивительная дружба стала популярной темой новостей не только в Пакистане, но и во всей Юго-Восточной Азии. Хотя жителям деревни была приятна такая внезапная популярность, однако старейшины настойчиво требовали немедленного отлова хищника. Больше всего они опасались, что на ночной улице леопард может столкнуться с ребенком, и это приведет к трагическим последствиям. На хищника снова начали охоту. Однако, почувствовав опасность, леопард перестал появляться возле деревни. Правда, после нескольких месяцев отсутствия леопард все же пришел в гости. Он долго лежал рядом с коровой, и они по очереди облизывали друг друга. После этой встречи больше его никто не видел. Ученые, которые исследуют жизнь крупных кошачьих в дикой природе, приводят следующее объяснение такой удивительной дружбы. Видимо, когда-то детеныш леопарда потерял мать. Голодный в поисках еды, он забрел на окраину деревни и наткнулся там на корову. Корова не восприняла малыша как возможный источник опасности. Он был слишком мал. А детеныш, следуя голоду и инстинкту, подошел к корове и начал сосать молоко. Видимо, в тот момент, когда детеныш сосал молоко, у коровы и включился материнский инстинкт. Между малышом леопарда и коровой сложились отношения мать и дитя. А когда леопард подрос и стал потенциально опасен для окружающих, корова все равно воспринимала его как своего теленка. А хищник воспринимал ее исключительно как свою мать. В природе такое бывает. В конце концов, повесть о мальчике Маугли, которого в джунглях усыновила волчица, выдумана не на пустом месте, а имеет реальную предысторию. Возможно, что в дикой природе могучий инстинкт материнства иногда проявляет себя настолько сильно и нестандартно, что оказывается сильнее всех других инстинктов, в том числе сильнее известного инстинкта охотник и жертва. Ведь материнская любовь побеждает все. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь ей со своими друзьями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok